Систему ОСАГО хотят освободить от государственного контроля. В Минфине разрабатывают поправки в закон. Если их примут, автостраховщики смогут сами устанавливать тарифы. В министерстве при этом уверяют, повышения стоимости полисов не будет. Подробнее о грядущих изменениях в нашем следующем сюжете. Не средство передвижения, а роскошь. Автомобиль в России все еще дорогое удовольствие. Помимо высоких цен на машины, приходится тратиться и на обязательное страхование. За полис ОСАГО на новую и на марку берут не менее 25 тысяч. Оформление поддержанной лады обойдется в 7. При этом стоимость зависит от стажа и предыдущего опыта. За аварии сумму увеличат. Водители заявляют, платить больше нет возможности. А вот как считать? С пенсионерами считают, что вообще не должны брать. Ну мы платим 11 тысяч за ОСАГО. Среднему классу, так скажем, звено народа это дорого. Я не ударяюсь вроде, аккуратнее езжу. А на что идут деньги, не знаю. Изменить ситуацию хотят в Министерстве финансов России. Ведомство работает над либерализацией ОСАГО. Тариф отдадут на откуп страховщикам. Ожидают, цены не вырастут. Страховым агентам разрешат лишь понижать стоимость автогражданки для определенных категорий водителей. Некоторые компании предлагают установить телематику, специальный прибор, который через спутник определяет стиль вождения. Если человек в течение нескольких месяцев не нарушает правила, плавно стартует и не играет в шашечки, ему могут сделать скидку. Также в планах выдавать полис на больший срок, а не на год, как сейчас. Еще одно нововведение коснется выплат по ущербу. По новому проекту могут появиться три вида полисов. Первый с текущими суммами в 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью и в 400 тысяч по имуществу. Другие с выплатами в 1,2 миллиона рублей. При этом компании будут не вправе навязывать альтернативу. Грядущие нововведения страховщиков не обрадовали. Минтранс предлагает не повышать цены на ОСАГО, с чего тогда взять миллион или 2 миллиона рублей на выплаты. Второе, есть опасения, что страхуя на 2 миллиона, как раз этим будут заниматься мошенники. За 4 года из 200 с лишним страховой компаний осталось 65, у которых имеется лицензия на ОСАГО. В последний раз закон об ОСАГО корректировали весной. Теперь владельцы новых полисов при ДТП получают не денежную компенсацию, а направление в автосервис. Когда вступят в силу очередные поправки, не уточняется. Но по данным некоторых федеральных изданий, Минфин обсудит нововведения на этой неделе.